добрый день сегодня у многих людей когда спрашиваешь чего тебе сегодня в жизни не хватает и чего ты в жизни хочешь сегодня отвечают просто хочу денег сколько денег зачем денег к чему тебе эти деньги на эти вопросы поступают самые разные ответы поэтому мне бы хотелось сегодня задать этот вопрос нашему другу нашему товарищу успешному человеку который имеет прямое отношение к деньгам у которого день есть евгению вдовенко здравствуйте здравствуйте для чего вам деньги я дополню наверное многие люди не воспринимают деньги так как как они должны восприниматься в принципе и поэтому страдают от их нехватки деньги это наивысшая степень материализации энергии и деньги даются людям только под определенную задачу мы говорили с вами до этого про идеи служения про то под что могут даться даться вообще вообще деньги для многих людей деньги это способ выжить и именно под эти задачи этим людям деньги и даются дается столько сколько необходимо для выживания для выживания то есть для выживания в принципе не так много денег не так много денег и нужно и есть такая очень хорошая замечательная сказал бы фраза которая говорит ставьте перед собой большие цели по ним очень тяжело промахнуться если они действительности большие и люди именно из-за этого и страдают из-за того что не понимают природы природы денег и соответственно получаю то что они заслуживают как это не печально звучит я так понимаю что успешные люди в финансовом плане бывают успешными тогда когда у них перед ними стоит какая-то большая цель и это большая цель не определенная сумма денег а большая цель связанная с вопросами каких-то действий реализации себя и так далее вот какая перед вами цель стоит я думаю я очень-очень-очень не скромно сказал я думаю весь мировой опыт и всей истории успешных людей если кому-то интересно действительно интересно получить очень большие деньги то всем очень ярко советую наполеон хил дума и богатей это величайшая книга впервые с истории шумерской цивилизации человек ответил на вопрос как что нужно для того чтобы иметь иметь действительности много денег и под как вы правильно сказали под любую надо иметь большую цель и нашим зрителям я посоветую если вы хотите действительно по настоящему стать богатыми и по-настоящему стать счастливыми вашей задачей должно быть сделать как можно больше людей богатыми и счастливыми именно под это у вас будут деньги многие люди пройдя вот этот период выживания и решив вот эти вот свои первичные насущные проблемы затрудняются в выборе вот этой вот цели к чему стремится часто людям нужны какие-то предложения а что я тебе могу предложить в качестве твоей мечты в качестве варианта цели и так далее вот вы занимаетесь специфическим родом деятельности организации путешествий вот может такая цель как побывать где-то в путешествии в какой-то стране стать вот той целью которая как магнитом притянет к человеку деньги для реализации этой цели я сам есть яркий представитель того что именно так все и получается в относительно недавнем прошлом я владелец транспортного бизнеса у меня были свои машины и в какой-то момент я понял что не то чтобы бизнес не перестал меня кормить не деньги он приносит но критерию делай то что любишь и любишь то что делаешь он уже перестал удовлетворять и в этот момент я принял решение уйти продать свой бизнес уйти в никуда и в результате этого то что во мне жило то чем я занимался уже до этого много лет путешествие она проявила совершенно новом качестве если раньше я путешествовал с друзьями если раньше я путешествовал очень часто в одиночку и по долгу насколько это позволял бизнес то сейчас мы делимся своими знаниями мы это я и мои скажем так одно думцы мои сотрудники и замечательные люди которые которые вместе со мной работаем и передаем эти знания это возможность путешествовать по-настоящему другим людям и это приносит нам и удовлетворение жизни и приносят нам деньги вот в свое время мне удалось увидеть тура хердала вживую то есть это был человек который по-настоящей искренне любил то что он делает когда-то давно я прочитал замечательную фразу которая принадлежит человеку тоже который всю занимался любимым делом звали его жак и вкус то он сказал если тебе даются шанса шансы до дается заниматься своим любимым делом и вести интересную жизнь ты не имеешь права от него отказаться мы уже пришли во многом к выводу такому что и деньги лучше приходят тогда когда ты занимаешься тем делом которые тебе нравятся и сам не планируешь своей жизни совершить действие какое-то достичь какой-то цели которая тебя привлекает не только где-то может быть позиции чистого рационализма но где-то вот внутренний отклик у тебя находит одно из таких потребностей для людей бывает смена места пребывания проживания и так далее вот к чему я веду вот у нас есть некий опыт связанный с тем что вот как бы внутреннее духовное преображение изменений человек происходит тогда когда соблюдается целый ряд условий в том числе и условий связанных с тем что человек должен побывать в каких-то определенных местах точки зрения энергетики с точки зрения природы и так далее и так далее то есть в этом отношении путешествия становится еще и неким инструментом вот становление человека развития человека трансформации человека внутренней и часто бывает так что вот такие вот поездки обычные в рамках туристической какой-то по путевке поездки вот куда-то там отдохнуть в обычное туристическое так сказать гнездо и место она такой цели не приводит вот вы даете людям возможность как бы путешествовать но по-другому в других условиях в другом окружении в другой где-то может быть даже и природной энергетической ситуации тогда любое наше путешествие владимира эта трансформация это то что позволяет перестроить свой мозг который является в действительности ничем и другим как приемником который ловит все сигналы и всю энергетику про которую вы говорили и это то что позволяет людям выйти за рамки своего комфорта выйти за рамки привычных представлений об отдыхе и после которого еще нужно отдыхать поэтому в нашей деятельности мы берем совсем маленькие группы очень маленькие до 8 людей максимум больше никогда еще не происходили этого то есть мы скорее там откажем разделим но главное это условие нужно мы даем людям свободу мы особенно последнее время начали очень четко людям объяснять что дает путешествие с разделением больше чем на 2 часовых пояса как оттуда нужно таскать не давать из той среды которая будет все равно человека пытаться засасывать как и рассоединиться и мы возим однозначно наших друзей наших клиентов те места которые не есть туристическими не есть в теме которыми как по старинке говорят ездят по путевке и которые есть уникальные которых человек может за относительно короткое время перестроить на нужные частоты свой мозг и получить из этого большой очень большую выгоду в свое время я учился у многих учителей с большой буквы называя слова учитель я иногда знаю что мы даже когда меня спрашиваете по сколько мы там потратим этот нормальный традиционный вопрос я говорю смотрите вот эти это я не называю это словом траты я называю это словом инвестиция в себя то есть вы там покупаете билет вы там существует какое-то там наше вознаграждение вот а все остальные деньги вы в себя инвестируете мы вам даем свободу и мы вам даем те реальные инструменты которые позволяют вам перестраивать свой бизнес я недавно про это говорил на лекции свои днепропетровске перестраивать свой бизнес путем первую очередь перестройки своих мозгов и в этом моменте я хотел бы одну такую вещь которую я вот специально написал на листе бумаги перед нашей встречи очень часто люди понимают что время это деньги но очень немногие понимают что деньги это энергия это реальная энергия и а вот последнюю часть практически никто не понимает что это эмоции если вы положительно настроены к миру если вы радуетесь если вы испытываете положительные эмоции если вы испытываете благодарность творцу энергии зависимо с того кто что вы верит за свою жизнь то это эти эмоции можно перевести в деньги это один из таких секретов которым радостно делюсь со всеми дальше каждый может им пользоваться по по своему усмотрению ну вот опять таки для людей понимающих эти вещи мы понимаем что вот бог вселенная космос как угодно жизнь она всегда содействует тому что для человека будет полезным что для человека будет являться вот таким фактором развития движения вперед и вот такие факторы движения вперед она финансирует помогает нам финансировать вот одно из направлений вот вашей деятельности вот в эти путешествия в них заложен не просто отдых не просто расслабление это тоже заложено да как составная часть невозможность и без отдых это же не работа но вместе с тем это возможность развития возможность совершенствования это будет поддержана всеми и высшими силами и чем угодно на земле в том числе и будет финансироваться то есть на такие цели деньги к человеку будут приходить безусловно поэтому когда мы говорим о целях когда мы говорим о том что у человека должна быть вот некая мечта следуя которой человек может получить финансовую так сказать помощь финансовую поддержку или заработать деньги какая разница как это называется идут ними да неважно как они придут но у лежа на диване они не придут естественно вот но цель должна быть такой чтобы эта цель приводила к развитию к обогащению и тогда под такую цель безусловно будет финансирование не только энергетическое но еще и финансирование материальное в виде денег могу только дополнить что если эта цель будет связана с идеей служения с идеей помощи другим людям если в результате реализации этой цели другие люди и максимальное количество достойных людей будет становиться богаче то без сомнения это автора или то есть человека который процент такую цель ему будет способствовать все силы как бы это не удивительно то есть для средне статистического слушателя не и зрителя не звучало но вот это именно так это работает деньги даются под конкретную цель чем она выше чем она больше чем она больше связана с идеей служения тем больше энергии человек получает том числе и денежные поэтому наверное мы можем порекомендовать нашим слушателям выборе целей выборе своей мечты которые хотите стремиться по жизни учитывайте моменты что эта цель должна соответствовать должна приводить к вашему развитию к вашему совершенствованию к вашему обогащению на всех уровнях и тогда вы под это получите достойное финансирование достаточное количество денег для достижения этой цели если мы уже так затронули тему того чем мы занимаемся в том числе тему путешествий это уникальная возможность увидеть мир это уникальная возможность увидеть других людей которые ну которые очень могут выйти за рамки всего-всего то что вы знаете о мире я буквально хотел бы с вами поделиться буквально своей последней встречей которая состоялась когда мы абсолютно случайно оказались в одном приграничном городе между Тайланде с Малайзией мы шли по улице на встречу шла пара людей он и она и они услышали как мы говорим то есть они спросили вы говорите по-русски я говорю нет мы говорим сейчас по-украински но мы можем перейти на русский без сомнений мы разговаривали с людьми 20 лет тому назад они вышли на своей яхте она русская он украинец они пара они вышли на своей яхте в океан и больше никогда не возвращались домой то есть это удивительные люди которые много раз пересекали Тихий океан Атлантику те люди которые например если вы там забьете там яхтсмены которые известны они только их ученики то есть эти удивительные рассказы про рифовых акул которые не реагируют когда там хлопаешь в ладоши которых надо все-таки кирзаком бить по этому самому когда собираешь амаров в определенное место по прилив это я сейчас говорю про деньги и когда я рассказываю про этих людей которые 20 лет уже в в океане то есть ихний дом это это их я не ихняя яхта вот и первый вопрос который мне задают где они берут деньги они наверное уже сказочные богатые люди совершенно другое другая психология первый был который задал им этот вопрос мы простояли 5 часов вот как на улице мы встретились 5 часов мы стояли и разговаривали уже закрылись магазины мы уже забыли куда мы шли то есть вчетвером стояли разговаривали они говорят ну деньги это такая вещь вот например мы приплыли набора-бора денег как обычно не оказалось самый дешевый номер 800 самый дорогой 17 тысяч долларов с копейками с небольшими вышли нашли 4 туристических агентства сказали как же у вас нету сайта на русском языке это же самый богатый клиент сделали для них еще для нового магазина получили кучу денег уехали то есть люди у которых совершенно не наш мир но которым вселенная все дает то есть для их него то само они активные сторонники такого способа жизни они пишут книги делятся своим опытом ну тоже в какой-то мере служит служит людям уникальными замечательно ну мы можем только пожелать нашим зрителям нашим слушателям интересной жизни стремление к развитию стремление к обогащению на всех уровнях а не только к финансовому обогащению желаем стремление к тому чтобы стать чище лучше добрее и пока привлекательнее для жизни и богаче во всех аспектах которые только себе можно представить всего доброго всего доброго а